Всем привет друзья! Пока у нас дети в садике и в школе, мы с Иванушкой пошли в гости к родителям, надо кое-что помочь сделать, да и пообщаться, сто лет не виделись, как с отпуска приехали, все в работе, все в работе, погода у нас не очень, плюс восемь, но такой мелкий противный дождь, иногда ветер, в общем погнали! Что за прикол? По ходу дела поезд встал, стояли-стояли 5 минут, чтобы он проехал и что-то он не проехал В район потихоньку едет Как он будет ехать в Петербург? Ну что, как я и обещал, сейчас Катя расскажет историю Очень увлекательно Ну такая Так мы ехали из Санкт-Петербурга к Петрозаводск Да В общем ехали мы, ну как вы уже знаете, на двухэтажном поезде На поезде Санкт-Петербург-Мурманск У нас в пупе было три места И на четвертом с нами ехала женщина Женщина из Мурмана Вот Сначала, когда мы садились в поезд Ну как бы я даже отчасти обрадовалась, да Что Ну и взрослая женщина сейчас Наверное возьмет спать Ляжет и мы все ляжем спать Потому что поезд у нас прибывал в Петрозаводск в три часа ночи Утром Ярику надо было в школу Роме в садик В общем все надо было по делам И как бы хотелось хотя бы в поезде поспать Потому что понятно, что домой приедешь Пока придешь в четыре утра Ну какой там ужасов Вот Все пошло не по плану В общем Сели мы в поезд Спокойно разделились и все Мы перекусили, даже женщина перекусила И Ваня с Яриком у меня Завалились на своей кровати Вот Мы сидели Женщина говорит Ой, но перед тем как Влечь спать надо померить давление Я ей говорю Вы себя плохо чувствуете? Вас что-то беспокоит? Она говорит Нет, ничего не беспокоит Просто мне дочка вчера подарила Вот Буду мерить давление Теперь всегда Ну я говорю Ну вас точно ничего не беспокоит? Вас ничего не болит? Она говорит Нет, ничего не болит Я такая Ну ладно У меня легла Только Закрыла глаза И она такая О господи У меня давление 150 Типа На сколько там? Не помню На 90 или сколько там? В общем вторую цифру не помню Не суть Я села Я говорю Так вы себя плохо чувствуете? Что-то беспокоит? Она говорит Нет, ничего Я говорю Ну может быть переутомились Может быть лечь Просто отдыхать И как бы все пройдет Раз у вас не болит ничего Она говорит Да, я наверно так и сделаю Я только закрываю глаза Она начинает доставать таблетки Причем таблетки Я так понимаю Она всю жизнь не пила Ей дочка тоже дала И она берет и пьет половинку таблетки Таблетка Я сама иногда так и понимаю Это очень легкие таблетки От давления Прям вот Она максимально Когда у тебя только в первые разы бывает Давление в жизни И она выпила всего половинку Ну там вообще бесполезно пить половинку Она выпила половинку Я говорю Выпить и тогда целую Но смысл от половинки не будет Она говорит Нет, я не буду Проходит 10 минут Она снова меряет давление Я говорю Ну так быстро вам не может помочь с таблеткой Тем более пол таблетки Она через 10 минут пьет вторую половинку таблетки Сидит Взять себя сама Заботит Нервит Я говорю Я говорю У вас что-то заболело Она говорит Нет Но она сама себя начинает заводить Начинает переживать Проходит пол часа Мы сидим с ней Она меряет У нее давление 190 Она побежала за проводником Это было уже ночью Да Два Два по моему ночью Нет это было раньше Было Ну ближе к часу наверное Она побежала Нет это было Только за 12 Сейчас мы уже на станцию Да Да После 12 ночи это было Она побежала за проводником Пришла Я говорю Ну что Она говорит сейчас Типа придет проводник Ну я понимаю Что сон не сон уже конечно Я сижу с ней Проводник пришел где-то наверное Через пол часа Эти пол часа Она каждые 2 минуты Мерила давление Каждые минуты Причем мне показывала То 196 То 180 То в общем каждый раз Типа прям Разное давление Приходит проводник Со своим аппаратом Мерить давление И Ну такая Ну что вас беспокоит Что вы бьете В общем все это Мне пока билет сказали Она говорит Ну пойду по вагону Поищу Есть ли доктора Ушла Мы сидим ждем Она вернулась Через 15 Говорит У нас есть один мужчина В вагоне Который при покупке билетов Приложение РЖД Кажется билет Можно указать Что я являюсь сотрудником Типа медицинского учреждения В общем я доктор Говорит У него стояла такая отметка Но я обратилась Он говорит Нет может быть случайно Поставил В общем доктор Не пришел Они опять ей померили давление Сказали опять ей выпить таблетку Она выпила таблетку Сказал Пришел начальник поезда Сказал что то у вас здесь душно Полез наверх разбирать Там я не знаю что то Вентиляцию В этот момент В этот момент меня разбудили Ну я сам проснулся Ему нужно было открыть Крышку снять Да На потолке Разбудили Ярика Я наверху спал И Ярик тоже Вот Я Ярика разбудил Он вообще не понимает что происходит Какий там мужик стоит Женщина проводник И все одна женщина там пришла Там два проводника Начальник поезда И вот они пытаются Крышку открыть А у нас Куда полотенце класть там Как эти карманы называются В общем эти карманы открыты Из-за этого не открыть крышку Я у себя закрыла Ярик спит У него открыто Я его толкаю Он сначала не понимает Вообще ничего Что происходит Я могу закрой типа эту Штуку Чтобы открыть В общем вентиляцию Потом В общем открыли посмотрели Сказали что все там нормально Почему они работают Непонятно И началась беготня Каждые пять минут Дежурные поезда Там этот проводник Еще какие то женщины Еще потом пришел Чтобы вентиляцию Просто ну понятно Спать было невозможно Мы не спали все Ну и в общем в итоге Станция ближайшая Там уже время около двух Ближе к двум Второй час ночи Там пришла облегана Скорая помощь Они померили давление Там у меня уже было 150 было Они такие ну падает Она такая ну падает Они такие ну типа Все что мы сделаем Ничего не сделаем Короче Все Сказали таблетки есть Он сказал таблетки есть И в общем они посмотрели Ну и ушли короче Смотрите Смотрите В общем они ушли Она начала сидеть Ухать Каждые три минуты пять Мер давления Я говорю давайте Пожалуйста выключим свет И ляжем спать Я говорю все у вас пройдет Она говорит ну как так Как так В общем Мы выключили свет Я понимаю что она будет нервничать Доводить себя И будет Давление у нее не будет Мы выключили свет И что вы думаете Просто через минуту Человек спит Просто спит У нее все прошло Ничего не беспокоит А я уже больше уснуть не могла Все Так мы в общем доехали Соответственно вышли Как зомби из поезда И короче Такая у нас поездочка Сами вагоны вообще классные Очень удобно Нам понравилось Причем мы специально Мы туда ехали на первом этаже А обратно на втором этаже Чтобы проверить Что многие пишут Что на втором этаже На вторых и на полках Очень сильно укачивает Вот Что Ваня Штейнков сказал Что в принципе не укачивает Нормально Только когда строго И всегда медленная скорость Потому что он считается так Ну то есть это вообще не критично Как некоторые там говорят Что о это невозможно Там боишься что выпадешь Еще что-то Как бы нет В общем вагоны классные Все было классно Но послать нам не удалось Вот В общем мы уже Подходим к маминому дому Поэтому Чуть попозже Да Не прощаемся Так все Посидели в гостях Сейчас едем за Ромой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, что, мы доехали Дикие пробки немножко Позже приехали Хотели к пяти На пять минут позже Но хотели к пяти ух ты самолет перчатки взяли ну-ка давай запускай самолет тут неплохо сегодня на машине рома забираем погода вообще ужасная завидно не видно ливень прям такой нормальный идет мы уже дома завтра на работу дел еще полным полно поэтому наше видео будем заканчивать ставьте ваши лайки пишите комментарии обязательно ребят пишите комментарии ваши комментарии для нас очень важны они для нас как обратная связь благодаря им мы понимаем что все что мы делаем мы делаем не зря вот поэтому с нетерпением будем ждать ваши лайки ваши комментарии и если вы еще не подписаны на канал обязательно подписывайтесь в общем всем спасибо за просмотр пока 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 пока